Привет, друзья! Вы меня просили рассказать, когда убирать репчатый лук на хранение и как, собственно, его хранить. Но давайте сегодня немножечко об этом поговорим. После того, как мы убрали с грядки лук, когда он там пару часиков полежал на солнышке, мы его переносим на хранение уже в такое помещение, под навес куда-то, где здесь сквознячок и где нет прямых солнечных лучей. И вот с этого момента начинается процесс просушивания каждой луковицы. Поэтому мой вам сразу совет, не спешите очень быстро его убирать на постоянное хранение, потому что я знаю, что иногда существуют такие советы. Вот 3-5 дней посушили и убрали, ничего подобного. Лук сушится вообще долго, в среднем где-то до 2 недель может это доходить. Все, конечно, зависит здесь и от того, в какой стадии мы его убрали с грядки. Вот у меня лук практически 2 недели лежал, сушился. И вот теперь я его проверяю и смотрю, готов ли он уже к тому, чтобы его можно было положить на постоянное хранение. Вот для дальнейшего пользования. Вот как определить, что лук высох? Но в первую очередь мы смотрим перо. Видите, перо уже вообще все полностью сухое, здесь нет никаких даже фрагментов зеленых перышек. Дальше оно скрипит, шуршит. Дальше мы проверяем шейку вот здесь вот тоже. Вот здесь вот уже совершенно пустота. Даже чувствуется, что там как бы шейка, она сомкнулась, запечаталась, так можно еще сказать. Вот это самый такой отличный показатель того, что луковица наша готова. Дальше мы смотрим вот еще на такой момент. Вот идет шелест самой вот этой шелухи. Вот она хорошо отстает и шуршит. Вот эта луковичка полностью готова, она высохла. Ну, конечно, также здесь и сухие корешки. И вот по такому принципу надо проверять буквально вот каждую луковицу. Я, конечно, понимаю, что не там, где вот мы тоннами выращиваем, а вот у нас на дачных участках, где у нас не такое большое количество лука, ничего сложного в этом нет. И вот в этот момент мы уже что делаем? Конечно, мы не будем луковицу в таком состоянии оставлять, класть на хранение. Обязательно мы у нее обрезаем все корни, но обрезаем так, чтобы не повредить донцы, чтобы оно никак там не поцарапалось, ничего, чтобы не попадали туда никакие инфекции. Можно брать ножницы, можно брать вот такой секатор, неважно чего, и просто вот так вот срезаем корешочки. Специально делаю это на улице, потому что мусора идет много. Ну и затем вот уже отрезаем вот сама перышкой. Опять же, обрезаем не впритык вот сюда, прям к самой репке, а чуть выше, где у нас вот замкнулась шейка. Но показать я вот не могу, но рукой вы поймете, вот прям все вот она сухая полностью. Вот то есть где-то получается, что пару сантиметров мы оставляем сверху и вот так вот обрезаем. Все, вот в таком виде луковичку можно хранить. Всю шелуху, которая отстает, мы также убираем, она не нужна, это будет в дальнейшем лишний мусор. Вот такая вот луковица уже, видите, вот она имеет, можно сказать, товарный вид. Вот еще хочу на чем остановиться. Сейчас найду, где-то у меня здесь была. А, вот, например, луковица. Вот по идее у нее шейка уже, ну вот практически уже все готово. Но видите, здесь есть еще вот такие зеленые перья. Вот эта луковица еще не высохла, ее надо подержать. И не надо пока обрезать вот это перо, что мы не ускорим этим процесс сушки. Но вот здесь вот в этих зеленых перьях есть еще питательные вещества, которые вот так вот сейчас назад впадают в все луковичку. Луковичка наша от этого становится более такая витаминная, более питательная. Вот еще у меня, ну это я попозже немножко убирала, вот такой вот лук белый. Здесь видите вообще, как много еще зеленого пера. Соответственно, эта луковица еще сушится и сушится. В таком виде ее на хранение убрать категорически нельзя. Но единственное, только если вам вот надо куда-то сейчас на заготовке, то вот ее можно использовать. Когда мы с вами чистим лук, перебираем его, конечно, проверяем, нет ли где никаких пятнышек или каких-то пореждений. Если что-то вам не нравится у луковички, то сразу ее откладывайте в сторону, и пускай она идет вот в первую очередь вот на приготовлении, ну в общем в еду, потому что такая луковичка храниться не будет. Вот когда мы с вами весь лук обработали, все подготовили, теперь его надо убирать на хранение. Куда его убирать на хранение и где он, собственно, должен храниться? Хранить лук можно в картонных коробках. Могут быть это чулки, колготки, я не знаю, может быть, какие-то деревянные ящики. Я вот храню вот, например, вот в таких вот. Видите, вот у меня обычные вот такие пластиковые ящики фруктовые. Вот отлично хранится, потому что здесь есть кругом вентиляция, то есть лук проветривается. Если вы выбираете коробку, обязательно сделайте там, ну, продырявьте отверстие для вентиляции. Лук категорически не будет храниться во влажной среде, и он быстро начнет загнивать. Раскладываем мы лук. Желательно, кстати, если, допустим, повыше у вас ящик, все равно не накладывайте очень такой-то высокий слой. Максимум 30 сантиметров, потому что если мы с вами будем вот так вот, представляете, классить друг на друга несколько луковичек, то, соответственно, самый нижний слой, он будет находиться под тяжестью, под давлением. И от этого лук тоже может начинать портиться. Кстати, вот для вашего удобства, когда вот вы занимаетесь вот-вот уже складированием лука, можно сразу его сортировать. По сортам, по цветам, по размерам. Чтобы потом вот прийти, когда надо там, где он у вас будет храниться, не лазить там, вот не ковыряться в ящике, выискивать нужную себе луковичку. Вот положили вот как вам надо, и гораздо удобнее, потому что лук не любит, когда вот он хранится, и когда его тревожат лишний раз. Например, вот салатные луки, я вот всегда вот их отдельно храню, вот эти вот большие головки, и потом пришла, взяла то, что мне нужно. Лук для длительного хранения, но я его убираю, но потом, наподальше, пока он мне не нужен. Так что вот это имейте в виду. При какой температуре хранить репчатый лук? Ну, репчатый лук прекрасно хранится при практически любой температуре. То есть храним его, можем хранить его дома, на кухне, в комнате, где угодно. Кто-то хранит его у себя на чердаках. Самое главное, температура минус 3 градуса, где-то такая вот уже отрицательная температура, для лука губить, но он начнет просто-напросто подмерзать. И насчет влажности, вот самое главное, вот влажность лук не переносит. Повышенная влажность воздуха для него, это он начнет загнивать. Поэтому нормальная самая влажность, но если перевести это в цифру, то это где-то 60-70%, ну, собственно, которое вот у нас обычно и бывает. И тогда лук будет храниться очень долго. Во время хранения, друзья, не забывайте периодически подходить и просматривать свою луковицу, потому что, ну, мало ли, где-то какая-то там загниет, или что, соответственно, она потечет, и от этого загниют и ее соседи. Конечно, смотрите, вот, ну, ничего сложного нет, вот, то есть вот, уделить какое-то время подготовке лука на хранение. Мы же с вами его не выращиваем в промышленных масштабах, и нам потери в дальнейшем не нужны. Это да, можно там в колхозе, в совхозе позволить себе там, как оно есть, так и будет, половина потом погниет. Вот, а мы с вами для того и выращиваем, чтобы потом всю зиму быть со своим лучком. И не только зиму, а чтобы он и весной у нас хорошо сохранился. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok